Сталкеры всем здорово! Недавно на стриме один из зрителей предложил мне интересную идею. Это была идея с волнами мутантов. Что-то подобное я уже давно хотел сделать. Кому-то эта идея интересна. Потому чего ждать, давайте сделаем это. Идея с волнами мутантов весьма интересная. Для начала давайте выберем, кто будет участвовать в этом видео. С одной стороны будут мутанты, пытающиеся захватить базу со сталкерами или долговцами или военными, но склоняюсь я все-таки к долговцам. Главная задача долга это искоренение заразы зоны. Они убивают мутантов, зачищают территорию и всячески пытаются оградить мир от зоны и всех ее опасностей. Идею предложил подписчик по имени Даник. Спасибо тебе! Итак, сегодня представляю вам необычное событие. Сегодня мы проверим на прочность силу группировки долг. Сумеют ли они защитить мир от заразы зоны? Отразить 6 волн мутантов. С каждой волной мутанты будут все сильнее и сильнее. Эта задача не из самых легких. С каждой волной будут исселяться не только мутанты, а и долговцы. Сегодняшнее видео будет разделено на 6 волн мутантов, в течение которых будут спавниться мутанты сильнее, но также, соответственно, рангу мутантов будут спавниться той же силы и долговцы. Очень интересным местом является территория агропрома. Еще со времен Чистого Неба мне запомнилась эта территория. Здесь в сжатии Чистого Неба на дежурстве стояли сталкеры, которые охраняли вход на базу. Время от времени из нор выползали мутанты. По легенде, долговцы пытались как-то завалить проходы мутантов, но они все равно выползали наружу и прорывали новые норы. Уважаемые зрители, всем приятного просмотра и приятного аппетита. Поддержите канал подпиской и лайком. Мы начинаем. Итак, первая волна. На защите базы находятся два новичка, у которых в распоряжении ТОС-194. Смогут ли они справиться со стаей собак? Итак, понеслась. Собаки забегают на базу. ТОС-194 не в помощь вообще. Он стреляет. Минус собака. Минус вторая, кажется, сейчас. Но нет, он промахивается и ложится. Слушайте, а где еще один? Тут был еще один боец. Этот чел прятался здесь неподалеку. Собаки его пытаются окружить. Целых три-четыре собаки. И они все-таки его пожирают. И продолжают свое победное шествие. Первая волна окончена. 1-0. Долг проигрывает первую волну. Вторую волну будут встречать четыре бойца с Мозбергами. Мозберг это такой вид дробовика. Это уже более опытные бойцы. И противостоять им будут сквад кабанов. Все эти мутанты резут, естественно, с этой норы. С конца края нет этих мутантов. Начинается бой. Минус один кабан. Боец показывает хороший результат. Минус долговец. На этот раз кабаны более уверенно себя чувствуют. Они нападают на долговцев. Прям кучи накидываются на них. Минус кабан. Преследует долговца с Мозбергом. Минус кабан. Еще один. И еще один кабан. Видим, что долговец ложится. По идее, еще остаются два бойца долга. И два кабана, как мы видим. Кажется, это минус долговец. Да. Они его сейчас добьют. Они его добивают. Где-то еще должен быть последний боец. Хотя, я, если честно, в этом уже не уверен. Вряд ли он убежал аж сюда. Нет. Похоже, кабаны выиграли эту стычку. Даже Мозберги здесь не спасли долговцев. И это была всего лишь одна стая кабанов. 2-0. Польза мутантов. Третью волну будут встречать целых 6 бойцов долга с Риммингтонами. Боец залутал дробовик. Ще. Он залутал 194-й ТОС. И взял его вместо Риммингтона. Серьезно? Ладно. Ну, это его проблема. Я спавню чуваков с Риммингтонами. Кто-то не подбирает, это уже их проблема. Возможно, такое быть, что они подберут оружие хуже. И в этой волне будет участвовать 2 сквада снорков. Опять же, они лезут с этой норы. Долговцы уже встречают 2 сквада снорков. Они уже рядом. В сумме это 6 снорков. Так же, как и бойцов. Они окружают долговца. И уже минус 2 снорка. Ничего себе вот эта уверенность. До сих пор не потеряно ни одного бойца долга. Все шестеры выживают. Снорки все умирают. Наконец-то они зарабатывают первое очко в этом состязании. 2-1. Еще остается 3 волны. Всего волн будет 6. В этот раз на базе заспавнено 8 бойцов долга. В руках у них сайга. У каждого. То, что они сейчас залутают, это исключительно их проблемы. А противостоять им будут в этот раз 2 сквада кровососов. И 2 сквада снорков. Все тоже, но плюс 2 сквада кровососов в общем. Вроде не так уж тяжело. Справятся ли они? Опасность рядом. На этот раз им противостоит невидимый враг. Так кровососы очень близко подходят к врагу. Расстредотачиваются бойцы по всему полю. Минус 1 долговец. Я не сосчитаю уже сколько мертвых кровососов и снорков. Точно минус 1 долговец. И кажется, мутантов в этот раз оказывается очень мало. Как-то быстро они справляются. Особо-то они напрягались даже. А в этот раз противостоять 8 бойцам долго будут 2 сквада кровососов и 4 сквада снорков. Справятся ли бойцы долго? Мы скоро узнаем. И снова же они лезут с этой норы. Теперь со снорками участвует в бою невидимый враг. Это кровососы. Ой-ой-ой, как же его окружили жестко. Он зря сюда зашел. Но он все еще жив. Это как. Еще один боец крайне далеко заходит. Но все еще они не могут убить ни одного долговца. Это крайне занимательно. Минус кровосос. Очень же много трупов мутантов, но ни одного долговца. Один долговец умер. Вроде второй. Но еще много остается. Видать, у них очень жесткая броня. Раз уж они так хорошо держатся. Да. Как кровососы и снорки не пытаются завалить долговцев, у них это получается с очень большим трудом. Один снорк убежал. Поняв, что дело явно пахнет песенами. Ну и правильно. 2-2. Счет становится 2-2. Крайне ровно идут. И чем дальше, тем серьезнее замесы. Близится пятая волна. Итак, пятая волна. Оставляем то же количество бойцов, но теперь это бойцы с веперем. Веперы это нечто похожее на сайгу. И у них тяжелая броня. Поле уже полного трупов. И опять они идут лутаться. Они даже не представляют, что их ждет. Но у них крайне крутое оружие, как и костюмы. Это тяжелая броня. Не экзоскелеты, но все же. И в пятой волне наконец-то будет нечто более опасное. Нечто, что перевесит чашу в сторону мутантов. Возможно. Но это не точно. Опять же они лезут с этой норы. На этот раз появляется огромнейшее скопление кровососов и химер. Но это не обычные виды. Это крайне опасные мутанты высокого ранга. Такого же высокого, как и долговцы, кстати. Какая же мишанина. Пока я не заметил ни одного трупа среди долговцев. У них, видать, еще не закончились аптеки. Пошли в ход кровососа. Че, все? Еще одна химера заблудилась. Один, два, три, четыре. Долговцы выживают? Ровно половина сгинула в этот раз. По-моему, это три-два. Пошли охотиться. Еще одна химера есть. Может, она кого-то убьет? Ты че? Алло? Она заблудилась? Было бы неплохо, если бы она еще кого-то убила. Жаль, но у нее не получается. Жесткие долговцы. Правда, вепрь, тяжелая броня. Это, правда, едовая смесь. Даже пятеро долговцы выживают. Вообще им пофиг на мутантов. Еле даже шестеро. На кровососа они повесили в вагоне ради красоты. Как трофей. Да, если шестую волну мутанты выиграют, то придется еще раз проводить седьмую волну. На шестую волну используем тех же бойцов, что и ранее. Они показали очень хороший результат. Я думаю, они и сейчас оттащат, конечно. Но попробуем в этот раз максимально жестко их загрузить. Что-то мне не нравится. Их крайне крутые костюмы, которые прокачаны на разрыв, походу. В общем, долговцы не смогли там сдержать напор. И они ушли в тылу. Они ушли на базу и пытаются здесь обороняться. Крайне опасные удары седо-гигантов. Долговцы пытаются как-то отбиться. Гоняет этого бедного чувака по всему зданию. И он все равно падает. Давайте проверим, есть ли еще кто-то живой. Там еще кто-то есть. Тут еще остается какой-то боец. Или уже нет. Ну, в общем, вот так вот как-то выглядит эта волна. Эти чуваки, которые еще недавно отбивали любую напасть, не смогли сдержать седо-гигантов. Да, тут не остается уже никого. Жестко. Накинувшись толпой на долговцев, мутанты делают счет равным. 3-3. Изначально планировалось проводить 6 волн, но так как хочется определить победителя, кто же все-таки самый мощный мутанты или долг. Давайте заспавним еще раз. Седьмая попытка. И последняя. Кто выиграет сейчас бой, тот выиграет и войну. И давайте же в последний раз испытаем настоящих бойцов, настоящих легенд в рядах долга. Это самые сильные охотники, которые могут быть у долга. В них в руках протекта, и они одеты в тяжелые бронекостюмы. Понеслась. Это последняя волна. Как же их много. Разбрасываются трупы в стороны, от удара псевдогигантов. Минус один чел. Или это старый боец. Вот сейчас точно умирает долговец. И второй на подходе. Окружает в вагоне, как могут. Это минус бой. Нес. Добивают долговца все же. Контролеры, химеры, псевдогиганты. По числу их так же, как и было ранее. Неизвестно, как закончится это сражение. И вроде не так уж и много долго остается. Вновь. Стреляй, не стреляй. Что-то тяжковато все равно. Долговец прячется в вагон. И зря, на самом деле. Ему бы найти какую-то мертвую точку. Но его заживало. Заживало, переживало и выплюнуло. Еще один боец есть. Но его так же окружают. И сжирают. Эх ты. Посмотрим на карту. Не остается ни одного сквада долго. О нет. А теперь они принялись за меня. Уходим. Бля. Я, пожалуй, отсюда убегу. Ну и с этого момента начинается сюжет. Моего прохождения. Где всю зону захватили мутант. То, о чем говорил Ной. Свершилось. Мутанты захватили всю зону. Заполнили весь затон. Весь агропром. Повылазили в общего не снора. И сожрали всех, кого смогли. Вся зона пустая. Вокруг одни мутанты. Да, это интересная идея, кстати. На эту интересную тему меня вдохновляет Ной. Сюжет чистого неба. Крайне интересно было проходить сюжет. С мутантами на агропроме. Там, где мы по сюжету спускаемся в норы. Подземелья агропрома. И пытаемся как-то затопить подземелья. Дабы мутанты больше не влазили наружу. Это, наверное, один из самых клевых квестов по сюжету Чайн. Жаль, больше такого не наблюдалось в трилогии. Они уже идут за мной. Ну а я, ребятки, буду заканчивать это видео. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Нажимайте лайк, на колокольчик. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Там в основном бывают анонсы стримов, видео. И разнообразная информация по каналу. Общение. И не только. А этот 50-й гигант трет свою попу, как котик или пес. Реально, забавно. Ладно, ребят, всем пока. И удачной охоты. Стоя кера. Субтитры подогнал «Симон»